Спортивная ловля форели Я подразумеваю ловлю форели на активные снасти Иначе говоря, на спиннинг прежде всего С применением принципа поймал-пусти Иначе говорят безбородые крючки, силиконовые подсачки и так далее Но об этом поговорим позже Я очень часто в комментариях мне задают вопросы Даже, наверное, не столько вопросы Сколько очень много негативных отзывов по ловле форели на платнике Многие пишут о том, что это неинтересно, неспортивно тупая ловля для ленин Я еще буквально 3-4 года назад Я сам был приверженцем к такой же точке зрения Сейчас я ее в корне переменил И попробую рассказать почему И объяснить какие плюсы, какие особенности именно у такого типа ловли Во-первых, наличие рыбы в водоеме Еще не говорит о том, что вы будете успешно и без проблем ее ловить Надо подобрать это действительно очень вдумчивая Очень непростая ловля Которую освоить может далеко не каждый Это, в общем, показывает результат любого из турниров Где в большинстве случаев одни и те же фамилии Находятся в топе наверху списка Кроме того, такая ловля позволяет, как ни парадоксально Сэкономить время, деньги И получить максимальное удовольствие Потому что ловишь на деликатной снасти Сильную, активно сопротивляющуюся рыбу Что касается затрат Ну, безусловно, они есть Хотя, если сравнить с затратами на поездку куда-то далеко Для того, чтобы рыбалка была успешной Зачастую они значительно превышают именно такой ловли Кроме того, ты экономишь очень много времени Это в условиях нашей нынешней жизни Ну, на самом деле, немаловажно Но, если уж мы говорим о том, что вот такая ловля Она призвана именно для того, чтобы получать удовольствие Мы сейчас говорим про спортивную ловлю Но без контекста турниров То есть просто ловля души в спортивном режиме Для того, чтобы эта ловля приносила удовольствие Конечно, должны быть соответствующие снасти Вот о них бы я хотел рассказать Причем снасти я сейчас не говорю только о будилищах, о катушках Это должен быть именно комплекс экипировки Который позволяет успешно ловить и получать удовольствие Но, если у нас идет речь именно о спортивном режиме Безусловно, есть требования, которые минимальны для того, чтобы с этого начать Иначе говоря, приманки должны быть осыщены безбородными крючками Это обязательное требование И наличие силиконового подсачика для того, чтобы не травмировать рыбу, когда ты ее отпускаешь То есть ты ее подсачил в этот подсак, аккуратно, бережно освободил и отпустил обратно Водоем довольный, рыбка там плавает, вы получили удовольствие и продолжаете ловлю Собственно говоря, в нынешнее время сейчас эта ловля действительно начинает приобретать большую популярность Многие водоемы переходят фактически только на такую ловлю И чем больше будет нас, поклонников данного типа ловли Тем, соответственно, охотнее и активнее водоемы будут предоставлять эту услугу Тем ниже будет ее стоимость Ну, в общем, это уже тенденция Для того, чтобы сохранять рыбу в целости и сохранности, быстро освобождать крючка Есть приспособление релизер, которое активно используется в Японии сейчас Оно набирает популярности у нас И, в общем-то, все было бы хорошо Но данное приспособление, скажем так, не часто встретишь А там, где встретишь, оно достаточно дорого стоит Ну, соответственно, вот компания Мироболова И я постараюсь в этом году активно расширить линейку нашей продукции Именно для форелевой ловли И помимо того, что у нас тут первые ласточки Это 4 серии удилищ, на самом деле 5 серии удилищ Именно для этого Они различаются по типажу, по цене, по внешнему виду Но, в общем-то, все они имеют предназначение именно форелевая ловля Именно ловли форелей, я бы сказал, на прудах, в прудовой Вот, помимо этого, компания Мироболова сейчас расширяет линейку приманок Это блесны, это, думаю, что в самое ближайшее время будут воблеры Я подчеркиваю, что у нас задача сделать не просто, скажем так, хорошую продукцию А хорошую и достаточно бюджетную продукцию То есть, вот те же удилища, самое топовое, это Траутист То есть, удилище, которое действительно отличает всем требованиям Как с эстетической, так и по ТТХ И стоимость его не должна превышать в рознице 10-10,5 тысяч рублей При этом, самое бюджетное, которое тоже, в общем-то, приятно брать в руки И вполне успешно можно им ловить эта серия Slender Стоимость его примерно 2,5 тысяч Помимо этого, вот те самые релизеры, о которых я только что говорил Они уже через пару месяцев появятся в продаже И тоже будут вполне бюджетные Если не буду называть цену, потому что, ну, наверное, чуть-чуть рано Но уверяю, что это будет самое адекватное предложение по цене Плюс они, если обратили внимание, телескопические Что для наших условий, конкретно для нашей ловли, для российских Это значительно более удобно Я это проверял сам И оценил в полной мере Приманки Соответственно, вот новые образцы цветов Уже прошедшие тестирования, в частности, на чемпионате в Грузии Который проходил буквально неделю назад Я ловил только на них Мне удалось в отборочном этапе занять третье место К сожалению, потом я вылетел Но, в общем, даже этого достаточно для того, чтобы сделать вывод Что приманки не только красивые, не только оригинальные Но и работающие, успешно работающие В общем-то, это многие уже подтвердили на разных турнирах Вот, соответственно, в ассортименте появится, помимо того, что паренька 30 новых цветов Еще 4 новых модели Кроме того, ну, наверное, сейчас о новинках компании Мира Балова я закончу Это остальное все чуть позже Что касается непосредственно экипировки Как я сказал, нужен релизер, нужен подсак Если мы говорим про удилища Я считаю, что для начала необходимо не меньше двух Больше, наверное, не стоит именно для начала Но, если нужно два удилища, соответственно, их куда-то надо ставить Нужен ящик Обычно это используется меха Оборудование специальными стаканами для установки удилищ Потому что, когда ты меняешь одно на другое То, которое не используется, необходимо куда-то поставить Соответственно, я, кстати говоря, рекомендую магазин Big Game В котором полный ассортимент ящиков Мейка 7070 Идеально подходящих под эти условия Из еще каких-то особенностей для ловли Ну, на самом деле, это очень большая тема Ее надо развивать отдельно Я сейчас не могу этого всего коснуться Мы, я думаю, сделаем несколько выпусков Для того, чтобы, ну, скажем так, разобрать все нюансы этой ловли Но могу сказать одно Что для того, чтобы эта ловля стала еще более доступной Для того, чтобы она стала еще более популярной Мы в этом отношении очень большую работу ведем И уверен, тот ассортимент продукции Который сейчас появился и появится в самом ближайшем будущем Он будет не только востребован и популярен Я думаю, что с ним вы можете получить настоящее удовольствие И познать эту ловлю в полном объеме без ущерба Без особого ущерба для ваших кошельников Ну, вот как-то так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok